У красных стен Кремля люди с красными флагами. 12 апреля несли красные гвоздики к могиле Юрия Гагарина. Для российских коммунистов он не столько первый космонавт Земли, сколько символ лидерства СССР в космосе. Мы сегодня всех поздравляем с Днём космонавтики. К этому событию мы шли через некоторые тревожные, а порой страшные события. В том числе через гражданскую войну, через Великую Отечественную войну. Впрочем, о Гагарине вспоминали не только коммунисты. В павильоне московского ВДНХ огромный портрет первого космонавта смотрел на посетителей выставки с узнаваемой улыбкой на лице. В руках у него белый голубь, символ мира. Сегодня образ Гагарина век интернета у россиян чаще всего ассоциируется с двумя мемами. Первый — это «ну как вы там потомки?» и второй — «прости, Юра, мы всё потеряли». Второй, кстати, как раз чаще всего вспоминают 12 апреля. И хотя российская космонавтика остаётся на лидирующих позициях после США и Китая, западные санкции делают своё дело. С 2014 года после Крыма проблемы наблюдались с электроникой. Тогда Роскосмос решил эту проблему переходом на Восток. Например, компоненты для космических аппаратов доставлялись из того же Тайваня. Однако после 24 февраля 2022 года убрали и эту лазейку. Проблема в том, что все прежние цепочки поставщиков, они уже включены в производственную часть. То есть нельзя просто переставить, один чип вытащить, второй поставить. Это нужно переконструировать всё, переписать программное обеспечение, переиспытать всё заново. И это серьёзно и расходует средства, и откладывает развитие перспективных проектов. То есть всё это серьёзно сказалось, но это не выключило, скажем так, Россию из космической деятельности. Просто серьёзно затормозило её работу и отбросило назад на несколько лет. Следует отметить, что третье место Россия занимает как раз по запуску ракет. В коммерческом же секторе и в досанкционные времена российская космонавтика занимала очень небольшое место – в пределах 1-2%. Сейчас международная кооперация, в частности с Европой и США, приостановлена. За год с небольшим Россия запустила лишь 46 спутников. Например, в 2021-м это число составляло 339 космических аппаратов, 302 из которых – коммерческие. Картину подпортил и тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. После 24 февраля он грозил прекратить сотрудничество с Западом по Международной космической станции. И не раз напоминал всему миру, что Роскосмос, помимо пилотируемой космонавтики, ещё занимается созданием ракет, способных нести ядерные заряды. Чтобы просто понять масштаб этой ракеты, это… ну, две трети ракеты – это один эшелон. Значит, такая ракета может снести половину берега от какого-то крупного континента, который нам может не понравиться своей агрессивной политикой. Правда, летом 22-го Рогозин ушёл в отставку. На его место назначили чиновника со стажем и с военно-промышленным бэкграундом Юрия Борисова. Борисов сейчас занимается постижением того, что ему досталось. Когда он стал главой Роскосмоса, ему теперь надо полгода, год только на то, чтобы изучить своё хозяйство. И на сегодня таких никаких значимых решений он не принял, никаких договоров не подписал. И вот то, что он ничего не сделал, это хорошо для космонавтики, потому что последние полгода своего руководства Рогозин всё ломал. Несмотря на все ограничения, у России в работе находится сразу несколько научных проектов. Один из них по исследованию Южного полюса, спутника Земли. Этим летом на космодроме Восточный должен состояться запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25». Там много задач. Среди них самое интересное, кажется, всё-таки поиск воды. Потому что вода вроде должна быть, и по косвенным признакам она есть, но хочется её пощупать, что ли. Причём пощупать не только на поверхности, но и на глубине. То есть вот как-то под поверхность забраться. Вот этот аппарат «Луна-25», он на это рассчитан. И вот этот проект никак не страдает от санкций, потому что там вот, ну, я хотел сказать, практически непросто. Вот все приборы российские. Не даёт покоя Роскосмосу и участие в работе вышеупомянутой МКС. Ещё прошлым летом тот же Борисов говорил, что из проекта государство выйдет в следующем году. Однако 12 апреля стало известно, что правительство всё же продлило работу российского сегмента МКС до 2028. В перспективе к концу этого десятилетия госкорпорация собирается вывести на орбиту собственную орбитальную станцию. В принципе, такой условный макет станции, муляж условный, на который там даже космонавты смогут летать несколько дней поработать, Роскосмос мог бы запустить к 2028 году. Но чтобы говорить о полноценной космической станции с базовым блоком, с серией следующих модулей, которые будут в регулярном режиме дополняться, достраиваться, позволяя создавать полноценную станцию, уровня того, который сейчас у Китая есть. У Роскосмоса нет таких возможностей. Ну, под возможностями здесь имеется в виду, прежде всего, финансирование. На недостаточное финансирование федеральной космической программы жаловался еще Рогозин. С 2016 по 2025 год на нее предусмотрено около 1 триллиона рублей, или 12 миллиардов долларов, что в половину меньше годового бюджета американского НАСА. Тем не менее, с каждым годом Роскосмосу выделяют дополнительные деньги из бюджета. Однако, учитывая новые реалии, большая их часть будет уходить на проекты военного назначения. Когда руководители государства, а сегодня правительство, задает вопросы, а зачем нужна нам космонавтика, докажите, что она что-то приносит. Зачем нам нужна в том числе пилотируемая космонавтика? И вот наши начальники нас спрашивают, ребята, можете аргументы привести? Я привел свой аргумент, он в корне отличался от других. Мой ответ был радикальный. Если наши государственные мужи задаются вопросами о том, нужна ли нам космонавтика, нам, нашему государству, таких мужей надо менять. Дмитрий Лобанов, Наталья Чижевская, Дмитрий Хайтовский, Михаил Малинов и Михаил Винокуров. РТБИ